всем привет привет всем прекрасной недели сегодня мы с вами сделаем расклад на тему которая предложила ирина ирина шведова называется он почему не манит глубина души такой очень интересный на мой взгляд заголовок и тема почему потому что можно рассматривать ну с разных сторон да то есть с одной стороны это может быть допустим как претензия но почему мне не интересна эта глубина на почему меня не тянет туда что не так со мной как вариант а с другой стороны это можно рассматривать почему не 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 манит глубина в контексте я жду я жду этого зова я жду когда моя душа позовет меня когда моя душа притянет меня когда мне вот знаете как состояние ожидания когда я услышу какую-то подсказку когда я увижу какой-то знак до чтобы двинуться то есть здесь абсолютно противоположно то есть с одной стороны я убегаю я не хочу мне это не нравится а с другой стороны наоборот когда это придет да я уже в ожидании я уже и ждалась до мне этого очень очень хочется поэтому наверное разные здесь будут варианты я не буду обозначивать какой но я вот когда просто тему эту записывала себе у меня пришла такая информация что ответ может быть такой разносторонний кардинально противоположный что покажет то покажет такая прелесть я зажгла после долгого времени раму палочку вот полосанту давно я не зажигала палочки маслом пользуюсь палочки не от прям такой запах я очень люблю так надеюсь вы с позициями определились на всякий случай напомню тем кто приобретал мой дневник раскладов а он постоянно пополняется и последнее пополнение этого расклада был как раз таки расклад на диагностику женской энергетики то что входило в акцию 8 марта то что было то есть у кого есть дневник можете зайти туда и посмотреть эти вопросы сделать для себя самостоятельно расклад либо как я говорю задать себе эти вопросы самостоятельно то есть погрузиться внутрь себя и вот ваши вот это вот состояние смещенного сознания да то есть это не полная выход из себя именно вот такое видоизмененное смещенное сознание задавать себе эти вопросы и наблюдать за теми ответами которые будут приходить зависимости от того какой у вас канал работает а то вы будете получать ответы то есть для кого-то это может быть визуальный порядок для кого-то это какой-то звуковой для кого-то это может быть микс для кого-то третьего это может быть что-то такое киноэстетическое в контексте ощущений ну то есть ответы могут приходить по-разному а кому-то может показаться что я вообще ничего не вижу не слышу не ощущаю а потом вдруг когда закончили практику да к вам приходят ответы там я не знаю виде песен виде какой-то беседы виде каких-то отрывков может быть знаки будут приходить из мне то есть важно не привязываться важно держать свое сознание открытым в контексте фокусировки то есть вот куда вы направляете внимание в таком контексте вы свое внимание направляете на получение ответа на вопрос но откуда придет ответ мы это не знаем да есть вот просто сфокусироваться на вопросе и расслабиться да то есть посыл направлен луч вашего внимания направлен на ту форму которая нам необходима в данном случае это вопрос ответ придет главное держать свое сознание открытым что это значит помнить об этом вопросе но не 24 на 7 а вообще просто где-то его отложить на туда назад вашего вашего вашей головы до на задний план но при этом не забывать и помнить о том что все что вас окружает это может являться ответом на вопрос главное чтобы это было в расслабленном состоянии не напряженным несет вопрос проблемы иногда с тем что люди говорят я не получаю ответы заключается в том что они забывают свои вопросы то есть ответы приходят а вопросы которые мы знаем забывает с другой стороны все время помнить это тоже неправильно потому что мы и держимся за это вот здесь нужно как и во всем в принципе золотая середина так ну давайте посмотрим не знаю какой разгад получится мне саму аж интересно что нам карты покажут первая позиция голубой камешек работаем на колоде терра вулатов коробочка покажу может кому-то интересно будет так и значит у нас один вопрос один не будет каких-то других под вопрос вот просто один вопрос почему не манит глубина души мне кажется что перед чем вытащу карту да здесь ответ о том что но это вообще не про вас что вы вас не только манит а вы уже находится находитесь либо как тот периодически погружаетесь в эту глубину либо по необходимости давайте посмотрим что карт покажет так почему не манит глубина души ну во первых здесь может быть такой момент что для кого-то для кого-то нету времени в силу того что я много работаю то есть для того чтобы погрузиться внутрь себя нужно время то есть нужно сфокусироваться но это как вот я не знаю как практика что ли просто надо остановиться и уделить себе время и здесь один из ответов может быть заключается в том что работа забирает очень много энергии и вам не хватает внимания потом на то чтобы погрузиться внутрь себя то есть ну элементарно вы устали и не до этого да то есть так может быть для кого-то здесь я могу сказать что чтобы внимание то здесь наоборот здесь противоположное здесь как раз таки вас и манит и вы работаете над этим то есть здесь вопросы погружения неважно в каком формате они могут быть как раз таки связаны для кого-то в профессиональной деятельности то есть вы это делаете профессионально а для кого-то это вот как некое такое хобби и отдельное удовольствие то есть вы наоборот погружаетесь в это то есть вы этим занимаетесь вам это нравится вы это делаете опять же таки на вопрос почему внимание да если такое есть то здесь могу предположить у человека как то вот настороженно относится каким-то моментом да то есть ему эта тема интересна хотел бы ее изучить вот но пока это находится на зачаточном уровне он в эту сторону смотрит он в эту сторону еще не двигается и здесь есть какая-то настороженность именно вот в понимание души и погружение то есть у меня такое чувство что здесь человек как будто бы боится с чем здесь это связано настороженность ну вот разрушение здесь человек либо боится разрушить свое сознание то есть я буду погружаться в это если я буду как-то вот я не знаю интересоваться этой тематикой да то я могу себе навредить другой момент вреда 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 это может быть я как будто бы растворюсь вот в этом поиске дали бы в этой в глубине и утрачу свое сознание то есть но сойду с ума проще говоря да то есть здесь какая-то проекция страха она присутствует и страх того что вот эти процессы они будут разрушительные на что вы боитесь что разрушит вас ну вот себя как личность да то есть вот какую-то целостность здесь человек как будто бы боится потерять не знаю какие-то частички себя либо потерять свою душу здесь вопрос знаете в чем у вас как будто бы есть такое ощущение что вот все что связано с душой это не всегда то и светлое то есть вы как будто бы видите еще и темный аспект здесь души здесь вот вы как будто бы ходите на грани да то есть я вроде бы это сразу могу сказать что здесь какая-то иллюзорность присутствует и это иллюзорно связано с вашими внутренними проекциями и страхами в силу того что вам не хватает знаний вам не хватает информации поэтому вам не хватает вот этого света и поэтому здесь могут быть страхи потому что вы либо что-то не понимаете либо можете спутать вот эти вот погружение в душу а на самом деле спускаться на более низкие вибрации да и иного порядка ну то есть на тонком плане только это не низшие низший астрал да там где живут как раз таки место обитания демонов то есть вот человек здесь боится вообще каким-то образом с этим сталкиваться то есть ему не хватает знаний ему не хватает информации и отсюда появляется как раз к вот этот вот страх я боюсь себе навредить здесь в чем здесь разница вопрос глубины и вопрос души здесь такое ощущение что мне показывает так вот прям очень четко ярко человек находится в комнате и у него есть вот как это называется за затворы до деревянные и между вот в этих затворах до пробиваются лучи солнца свет и вот комната темная все темное а вот затвор они как будто бы сделаны из маленьких деревяшек параллельно расположены друг с другом но не полностью соединены и вот они пропускают какой-то свет луч света либо несколько лучей света и вот здесь вот такое ощущение что именно глубина она ассоциируется вот с этой темной комнатой да где человек не видит никакого просвета а душа это вот как раз таки как будто бы вот это вот луч света который пробирается через эту тьму чтобы вам осветить путь то есть здесь понимание глубина это что-то такое темное а душа это наоборот что-то светлое и вот здесь вот это вот противостояние идешь на что если это душа то это не должна быть глубина это наоборот бы должна быть высота условно говоря для понимания нашего ума а когда мы говорим по логу про глубину мы всегда говорим про тень мы всегда говорим про мрак то есть вот здесь вот этот вот вопрос ассоциации да он немножко идет нестыковка поэтому когда мы говорим глубина души здесь всплывает ощущение каких-то теней а если бы мы сказали высота души тогда сразу автоматом идет ассоциация на свет и вот а глубина души получается нечто общее между светом между верхом и низом да то есть между небом и землей и подземельем я бы так сказала и поэтому здесь вот когда слова глубина это вас пугает вот что пугает именно в слове глубина вот здесь вот как-то так показано то что нужно будет обучаться но вот здесь вот опять-таки до показатель того что нету понимания недостаток знания недостаток какой-то информации и здесь человек он боится что он сам себе как раз таки но что он себя в чем-то обманывает то есть вот здесь вот этот вот страх вот это вот подоплека она не случайно она идет либо из какого-то прошлого вашего опыта может быть даже прошлых воплощений то есть страх того что я себе могу навредить и опять таки это потому что нету ясности в вопросе да то есть нету необходимой информации чтобы вот опять же таки до знания это свет информация это свет и когда это свет присутствует то есть когда есть знание когда есть необходимая информация тогда все ясно по солнышку все понятно и тогда не может быть никаких обманов потому что но все как на ладони до искрыться и спрятаться не за что здесь такие моменты но вот у меня все равно ощущение есть что вы боитесь видите пошли выпадают на страхи то есть они маленькие они в принципе не не совсем серьезные вот но при этом здесь страхи как раз таки вот именно начать на что-то начать узнавать начать погружаться здесь вот про это если все же у вас этих страхов нет вы относитесь к той категории которая уже это практикует погружаются там что-то там изучают а вот что тогда для вас что тогда для вас а для вас как раз таки вот это вот погружение является можем повешенным опять-таки повешенного можно трактовать как и все принципе карты да с разных уровнях либо это бытовой либо это эзотерически поскольку вопрос у нас сейчас немножко метафизически то трактовать с точки зрения обыденности да вот мирских каких-то понять это было бы не совсем уместно да то есть так бы мы могли сказать что здесь идет какой-нибудь там зависание либо остановка либо наоборот человеку нужно чем-то пожертвовать но поскольку это вы уже практикуете то есть мы сейчас рассматриваем эту категорию людей которые уже практикуют и от этого получает удовольствие возможно это и профессиональная деятельность как я уже сказала либо это хобби то есть человек здесь много времени уже уделяет этим моментом этому роду деятельности этим занятием то здесь можно сказать что аркан отшельника он и проходит отшельника говорю повешенного он и проходит как некая такая инициация то есть что в таком случае если вы это практикуете вам дает вам дает это иное видение мира для вас это является как раз таки вашим ростом для вас это способ двигаться наверх до по древу жизни почему потому что ну с одной стороны здесь у нас получается что повешенный очень часто его ассоциируют с одином да который сам себя подвесил для того чтобы получить сакральные знания в виде рун видят тех букв до письменности которые он создал есть так можно сказать но в любом случае здесь как будто бы вот это вот понимание я убиваю в себе что-то чтобы получилось что-то другое то есть я лишаю себя чего-то чтобы получить что-то другое и вот для вас вот это вот погружение в глубину души она является как неким не такой аскезой который вы берете потому что вы понимаете для чего вам необходимо развитие души да то есть вы как-то вот с одной стороны отстраняетесь от людей от внешнего мира и углубляетесь и вам вот это вот углубление она как будто бы дает какой-то вот я не знаю спасение в вашем восприятии это спасение вашей души то есть каждый раз когда я углубляюсь для меня это мой рост рост моей души это эволюция это развитие и в этом процессе меня никто не понимает почему потому что меня воспринимают как повешенного как человека который условно говоря отказался да предал свою так скажем мирскую жизнь во имя того чтобы вот углубиться погрузиться еще ниже но ниже это для обыденных людей так как мы смотрим а повешены все-таки для обыденного человека это перевернутая позиция то есть если бы мы перевернули повешенного то он бы стоял и смотрите он смотрит наверх да у него нимб святости на самом деле то есть он смотрит наверх для него это путь спасения его души поэтому углубление это как некий такой именно процесс развития для него но люди его не понимают потому что они его не так видят они видят его так они видят некую такую пассивность они не понимают что конкретно делает человек и поэтому здесь может быть некое такое абстрагирование до отдаление от людей а куда вы погружаетесь вот куда вы погружаетесь вы погружаетесь в понимание себя до в понимании именно золотой середины здесь у нас идет золотой середины разрушение разрушение здесь каких-то сейчас я объясню вы погружаетесь внутрь себя разрушая какие-то свои теневые аспекты для того чтобы прийти ко свету но чтобы прийти к свету здесь именно должен быть некий баланс в данном случае вот в этом аркане здесь изображен миф про икара он олицетворяет именно золотую середину то есть икар который может заиграться да то есть он получил некое такое предупреждение о том что в полете он должен находиться на определенной высоте и только так у сможет прийти какой-то своей конкретной цели то есть вылететь из лабиринта который построил его отец да о чем он его и предупреждал но проблема заключается в том что он должен был быть на определенной высоте то есть он не должен был подниматься высоко к солнцу так как солнце растопит воск и крылья которые были склеены перья перья которые были склеены и превратились в крылья воск тогда расслабиться и он упадет значит в море которые не должны были перелететь со своим отцом деделом а когда он низко летает дата велика вероятность что капли брызги и как раз таки от волна моря они снова смогут намочить крылья и придет та же самая погибель то есть это противостояние двух противоположных энергий огня движение жизни радости амбиции и с другой стороны это то есть это активная часть нашей жизни это возможно даже из сознания а с другой стороны вода это наше бессознательное это состояние наших чувств и вот здесь вы должен был быть компромисс только так мы сможем двинуться по жизни да не уходя полностью в пассивность и не находиться в чрезмерной активности да потому что в чрезмерной активности у нас идет проявление нашего эго я я знаю я понимаю это я а в чрезмерной пассивности наоборот у нас проходят некие наши пороки мне лень я не хочу такая знаете тоже теневая сторона и то и другое и поэтому данный аркан альтернатива башни до башни у нас это марсианская энергия разрушающая да то есть она должна разрушить вот эти вот крайности человек должен прийти именно к состоянию баланса находиться в золотой середине не отклоняться от своей цели не отклоняться от того пути до на который он встал не обращать внимание хотя в этом есть нечто одна логичная аркану колесницы вот но в принципе да суть здесь говорит о том что для того чтобы куда вы погружаетесь да вы погружаетесь глубь но на этом вот пути именно погружению у вас происходит разрушение разрушение каких-то ваших теневых аспектов то есть вы прорабатываете какие-то сценарии такие с одной стороны они болезненные а с другой стороны это вот как будто бы должно пролить свет вот именно на тьму которая присутствует внутри вас да то есть здесь равно есть привязанность к этому каком-то материальному миру до выраженная именно страхах и в разрушении до саморазрушение возможно материи то здесь человек должен то есть что вы делаете вы по сути вот этот вот свет вашего повешенного это как вам соединить так понимаете в чем проблема у меня сейчас трактовки в том что чтобы вам сейчас сказать нужно объяснять какие-то определенные символы заложенные в арканах а для этого условно говоря нужно сделать там отдельный мастер-класс чтобы объяснить как и что происходит а мне хочется на это тратить время хочется вот к самой сути притяну сама суть она будет не совсем понятно откуда это взято вот и поэтому у меня такая знаете дилемма да как 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 сказать так чтобы было понятно и при этом чтобы вот не было ну чрезмерно лишней информации так вот аркан повешенного да по сути означает проливание света на материю и то есть это некий некий такой канал до луч света который проходит в материю вот материя материальный мир и вот здесь как раз таки ваше углубление души что она дает она освещает самые потаенные ваши уголки вашего сознания то есть вот когда вы как раз ки углубляетесь вы понимаете вы осознаете какие-то моменты но задача в чем заключается здесь именно осветить именно пролить свет и если как раз ки под тоже скажу что те кто не идут да и боятся они как раз таки боятся своей тьмы но когда ты погружаешься вот именно в глубь да то есть вы являетесь светом и вот вы этим светом погружаетесь свои глубины свои самые потаенные уголки вашего сознания и вы туда проливаете свет и все больше больше этого света становится вашей жизни то есть свет божественный свет освещает материю одухотворяет ее и поэтому с одной стороны правильно что люди здесь боятся потому что не имея информации да ты боишься сам себе навредить потому что ты не знаешь что это такое ты не знаешь куда ты идешь да здесь вот либо ты пан либо ты пропал то есть вопрос риска и личной ответственности а те кто идет они понимают для чего они идут они освещают как раз таки как можно больше ту материю в которой они находятся вот эти вот ваши потаенные какие-то уголки и поэтому им это понятно они в это идут а люди во внешнем мире они это не не осознают они не понимают куда они идут и что они делают и вот страх по сути да может быть он где-то как-то интуитивно идет вот в контексте да что я боюсь потерять себя по рюш потерять свое сознание он идет как раз таки вот от этого аркана когда и кар не послушав своего отца все же взлетел к солнцу близко к солнцу да то есть это как мотылек который летит на солнце и он сгорает вот здесь вот это вот метафора нашего сознания да то есть я я сгораю на солнце почему потому что я не удержал золотую середину и в данном случае солнце это не всегда олицетворение света поэтому вы и боитесь то есть вам может здесь вопрос иллюзорности всплывает то есть вам может показаться что я иду к солнцу солнце это свет и это благо а на самом деле это солнце но не то которое согревает а наоборот то который обжигает и сжигает и поэтому как это сказать не то чтобы перепутав пути иллюзорность восприятия вам это может показаться что вы движетесь в правильном направлении а на самом деле вы сами себе причините вред и вот этот вот страх он интуитивный у вас идет да то есть вам не может показаться что я там занимаюсь душой каким-нибудь практиками светлыми а на самом деле это не светлые практики а тем я боюсь этого потому что я не распознаю четко поэтому арка я не распознаю четко где есть света где есть по потому что и то и другое одно смешано да то есть нету чистого света и нету чистой тьмы в нашем мире вот именно в физическом плане все она как-то перемешано и у меня нету навыка и опыта разделять это поэтому одна категория людей она погружает погружается потому что она для себя уже как-то нашла путь и она понимает что и что опять-таки на собственном опыте когда-то рискнув а другая часть аудитории она не совсем понимает что и что и вот это вот страх себе навредить да лучше я в это не пойду поэтому меня это пугает и останусь там где я нахожусь вот такая была первая позиция не буду больше углубляться потому что могу много здесь рассказать на вот у меня еще так позиция номер два красненький камешек вопрос к вам двоечки почему вас не манит почему вас не манит глубина души потому что здесь есть скорее всего такой этап на котором вы находитесь ли вы которые должны пройти здесь по восьмерке сосудов он говорит о том что есть какие-то внешние преграды с которыми вы периодически сталкиваетесь которые вам мешают либо мешают этим заниматься либо здесь идет внешние факторы как проверка хотите вы или нет либо это внешние факторы могут быть страхами то есть здесь все равно есть какая-то третья сила которая с одной стороны может проверять потому что вы приняли решение я хочу в это погрузиться мне это интересно но есть третья сила которая меня проверяет а есть действительно внешние факторы которые не дают заниматься тем чем я хочу это третья сила но при этом мы видим птицу с тремя головами то есть одна голова здесь идет как отображение нашего эмоционального плана а вторая голова это как раз таки наш интеллектуальный план да то есть наш ум и наше сердце и по факту здесь идет вот такой разрыв да я не могу определиться я не могу понять потому что он говорит одно а сердце говорит другое и как следствие я не могу двигаться почему потому что вот эта третья сила как проверяющая да либо как мешающие да вмешивающие мешающие двигаться вам вот она не дает вам прийти к единству и это является тем фактором что возможно кто-то и бросаясь заниматься этим да то есть вот нам говорим человек не прошел проверку здесь вот этот вот момент он есть почему еще не манит а вот для кого-то да для другой категории людей вас манит вас именно манит и но манит не знаете как не глубина поверхность как не знаю может быть притягивает а вам вам нравится вы это как-то ощущаете но у меня ассоциация того что вы как-то вот по верхам то есть если мы говорим про океан в контексте ассоциации души то вот вам нравится просто плавать плавать на поверхности не ныряйте вглубь потому что вот вам приносит удовольствие соприкасания да с этими не знаю может быть знаниями может быть практиками состояниями то есть вам нравится быть на плаву вам нравится момент когда я не погружаюсь когда я просто соприкасаюсь когда я в этом нахожусь вот почему почему да вот в принципе здесь такое тоже есть да некий такой страх я боюсь я боюсь что вот это вот пучина водная она меня затянет и затянет настолько глубоко что я упаду на самое дно и вот вы как-то знаете здесь такое состояние как флирт флирт на я флиртую с понятиями души с сознаниями я флиртую с какими-то практиками то есть я погружаюсь что допустим я делаю какую-то практику я не буду делать ее там 20 минут там 30 минут а я вот так вот по верхам минут пять десять макс пятнадцать ну типа я соприкоснулся как только я чувствую что от меня куда-то затягивает я быстро выхожу потому что я боюсь ощутить какое-то вот неприятное со стороны состояние здесь еще ощущение того что я боюсь погрузиться в свои собственные эмоции то есть вот эта вот глубина она может меня настолько засосать что я паду именно в те состояние боли и здесь ощущение того что вы боитесь вот именно включиться в проживание и ощущение то есть вот если по первому варианту да там глубина это прознание как обычно прознание души вот то что то такое более масштабное объемное глубокое да вот прям человек действительно погружается очень и очень глубоко то о вашем случае погружения это не во тьму не в бездну не в черную материю как в первом варианте а именно в состоянии и здесь велика вероятность что у вас где-то в закормах есть очень много болезненных эмоций переживания и вы их избегаете вы не погружаете если вы в них не вы их не проживаете поэтому вот у вас есть четкое понимание что если я буду погружаться я столкнусь с этими эмоциями а я не хочу с ними сталкиваться потому что это больно я их не случайно туда запихала куда-то чтобы не ощущать эту боль вот здесь как будто вы знаете такое чувство что я боюсь открыть вот ящик пандоры вот я открою на свою голову да когда буду погружаться а потом не смогу справиться с этим всем то есть это вот какая-то сила как то с которой я соприкоснусь а потом она меня будет пожирать вот здесь образно именно такая аллегория и поэтому вы флиртуете выходите вокруг этого ящичка знаете так немножечко приоткроете одним глазиком заглянете а загляните идет это вот поглаживание этого ящичка там представления там ощущения может быть включить там ясновидение либо еще что-то чтобы понять а что там есть но вы это не открываете по крайней мере не открывайте полностью приоткрываете может быть немножко настолько насколько вам хватает силы и насколько вам не страшно потому что любопытство оно все равно присутствует но ощущение того что если я в это буду погружаться мне будет больно оно есть а какой конкретно боли вы говорите хотя вот вопрос да какой боли здесь настолько много разных эмоций здесь такое ощущение что вот прям меня это будет поглощать вот прям разные разные какие-то там не знаю голоса причем это не только ваша боль вы как будто бы не знаю как хранитель каких-то болезненных эмоций всех людей да и вот как будто бы вот как люди входят в хроники акаши да общая такая библиотека на тонком плане да то вот здесь как будто бы вот эти хроники только на эмоциональном плане и вот вы как будто бы заходите туда и все и вот вас прям поглотит и вы не сможете справиться с этим потому что это будет не только ваши эмоции а эмоции вообще всех допустим ну живущих когда-либо существ на земле вы не сможете это пропустить через себя и закрыть вы это тоже не сможете поэтому здесь вот вот какая-то боль именно эмоциональное почему еще вас не манит потому что для кого-то здесь не время для кого-то не время потому что очень важно вот здесь вот прожить какой-то урок кризисов сложностей каких-то да может быть либо эти кризисы как-то отвлекают либо у кого-то есть какая-то обида здесь очень сильная обида на то что о какой душе я могу говорить либо заниматься с этим да когда вот в моей жизни какие-то кризисные моменты до недостаток ресурсов материальных каких-то вещей я не чувствую удовлетворение от жизни я не чувствую наслаждение радости то есть где-то душа но здесь вот как боль какая-то действительно как претензия где-то душа которая должна наоборот мне помогать она не помогает то есть здесь человек как-то вот открещивается от этого и говорит это не мое надо быть реалистом да то есть нету ничего нету души нету каких-нибудь там перерождение реинкарнации нету кармы ничего нету но здесь вот это говорится прямо из такой боли и обиды потому что ну вот знаете как как атеисты которые отрицают существование до некой такой силы неважно как ее называют просто потому что в какой-то момент человек возможно обращался к этой силы силе и либо не получил помощи либо не знаю не понял ее и вот стал отрицать но при этом вот как правило все атеисты они глубоко верующие люди которые никогда не признаются да правда их вера немножко ну и нового формата возможно и вот здесь как будто бы человек открещивается и говорит мне это не надо на это потеря времени мне надо заниматься материи мне надо там не не знаю детей расти и деньги зарабатывать там ипотеку платить ну то есть но вот такое очень глубокое чувство как будто бы какой-то крик души когда человек вот взывает действительно и к этой душе и просит помощи но внешне он будет говорить противоположное здесь вот какая-то очень сильная боли здесь но этот этот урок вот по пятерке педагли до обесценивание этот урок без духовности ему нужно пройти то есть вот как то знаете вот я не случайно сказала проект атеистов да потому что это вот такой вот пример да что я ни во что не верю и ничего такого не существует не высшей силы ничего и потом этому человеку как правило дается урок проверки что действительно ты так уверен да и наступает болезненный момент когда никто не помогает и никто не может помочь на нужно некое такое чудо и человек взывает к небесам в надежде на то чтобы это чудо случилось и чудо случается и как правило такие люди становятся потом но переходят другую крайность да не становятся прям фанатами веры и стараются всех направить в том же в то же русло да то есть получая какой-то свой опыт они вот прям становятся в некоторой степени да фанатиками не все конечно же но фанатиками веры и вот здесь что-то такое происходит и поэтому здесь нужно поработать с этим моментом то есть здесь нужно разрушить какие-то привязки здесь нужно разрушить понимание того что может быть материя это не есть благо либо наоборот самая главная ценная ценность это именно материальные блага да деньги это подушка безопасности ну то есть здесь человек который по пятерке педакли просто проходит какой-то свой урок да он должен прийти к духовности но сейчас он либо ее отрицает либо ее воспринимает достаточно искаженно так что может манить давайте посмотрим почему не манит мы посмотрели что может манить в в глубинных души на какая-то стабильность стабильность в чем здесь может манить сама сила до сама сила как таковая либо то что если я научусь либо не то чтобы научусь управлять как-то вот буду погружаться да то есть что что мне нравится вот в этой глубине до к чему я стремлюсь в этой глубине я стремлюсь именно к умению обуздать вот какую-то животную силу это может быть какие-то эмоции до переживания либо это желание обуздать и стабилизировать какую-то энергию для себя то есть вот прям очень-очень то есть если допустим я смогу обуздать свою энергию да либо проявить как-то силу воли либо изучить именно энергию как таковую то я могу ее стабилизировать либо через нее смогу стабилизировать свое положение в этом мире здесь ключевое для человека это сила это может быть сила как сила воли либо это может быть вообще энергии и те силы с которыми человек либо взаимодействует на либо то что он получает как как профит как какие-то плюшки подарки от той силы с которым будет взаимодействовать то есть здесь душа она воспринимается как некая такая сила как некий источник которая от которого идет идут блага для человека он эти блага он как будто бы хочет получить и у него есть понимание что благодаря этому моя жизненная позиция на как-то устаканится либо стабилизируется то есть вот как-то так еще что может манить какое-то вот такое знаете состояние баланса примирение с самим собой да состояние спокойствия либо остановки каких-то мыслительных процессов да то есть понимание как я могу освободить свою голову да как я могу примирить какие-то две противоположные силы то есть здесь все равно это проскальзывает вот если вы посмотрите здесь две птицы да белая и красная ну по сути этот алхимический процесс здесь происходит в любом случае да то есть здесь огонь и вода две силы данном случае да здесь огонь он как будто бы доминирует над над эмоциями да над состояниями и вот здесь вот у нас я тоже говорила да две силы интеллектуальная сила ну то есть ум и сердце и вот здесь вот присутствует некая такая борьба внутри человека который хочет он хочет эту энергию обуздать да хочет как-то стабилизировать и и поэтому здесь он сидит человек на кубе и здесь у нас четверка пентакли да я как-то хочу ее стабилизировать то есть баланс некий я хочу найти этот баланс либо а если я буду погружаться если я буду изучать свои глубины то я смогу вот как-то с одной стороны получить дополнительную силу а с другой стороны возможно опознать ее до такого уровня когда она будет во благо мне я смогу ей управлять вот как-то так-то прекратилась информация значит хотела еще что-то посмотреть на установилась информация так и позиция номер 3 зелененькие камешек смотрим троечки почему не манит глубина души почему вас не манит здесь такое ощущение что человек говорит сейчас вообще не время как-то у меня какое-то такое ощущение что период какой-то скорби что ли то есть вы как будто говорите сейчас не до этого сейчас вообще не до каких практик сейчас я как-то запиваю свое горе здесь как-то так если вам это не откликается не слушайте дальше почему потому что здесь какая-то конкретная ситуация идет а когда вот у человека есть какое-то горе он очень сильно его запивает ну то есть он как-то вот наслаждаются какой-то своей болью какими-то своими разрушениями не знаю может быть здесь разрушены какие-то иллюзии и человеку от этого больно и он продолжает как-то вот сам себе вредить да допустим там через алкоголь через самообичевание как наказа наказывая себя за то что не знаю в чем-то разочаровался что что-то пошло не так что какие-то вот разочарование от себя в чем здесь у вас разочарование поэтому вас внимание глубина сейчас не до этого каких-то ожидания до что какие-то ожидания они не реализовались из-за каких-то страхов ли ну вот вы как будто бы чего-то что-то здесь испугались и не пошли туда куда вы хотели здесь тоже присутствует какая-то обида но в контексте злости то есть там если второй позиции просто была какая-то обида в каких-то моментах да то здесь вот какая-то злость что как будто бы человек погрузился да вот туда он пошел туда где ему было страшно он как-то себя преодолел и у него были ожидания что я получу что-то и он себе говорил ну как так да то есть все говорят о том что иди туда куда страшно и я пошел я не получил то что я ожидал получить то есть я вроде бы преодолел свои страхи я углубился вот в эту тишину души что ли не знаю там как будто бы пошли вот в эту глубину вам было страшно вы совладали с собой но когда я не знаю либо вы недостаточно погрузились либо когда вы погрузились на ту дистанцию на которую смогли либо хотели вы по факту там не нашли того зачем вы туда шли и разочаровавшись вы вернулись и дарюете сейчас о том что зачем вообще я пошел туда зачем я ну вот сделал прошел этот путь что мне это дало ну то есть вот как-то не знаю что вы там ожидали то есть да и знаете как наказание я сделал что мне сказали я бы я пошел в этот страх но я не получил того результата почему что не так да здесь вот и вы начинаете как-то злиться на себя что вы там ожидали ожидали какое-то не знаю решение касательно своего прошлого понять может быть и разобраться почему нету каких-то действий почему я не двигаюсь либо почему что-то со мной случилось в прошлом да почему нету развития то есть вы углублялись в надежде на то что вот вот я туда отпущусь опущусь ну ты спущусь и я смогу найти ответы а ответы не нашли а почему не нашли ответы потому-то что как будто бы вы здесь так интересно здесь вопрос взаимодействия но на самом деле одна часть из вас кто туда опускался действительно получил ответы но он не смог их заметить проинтерпретировать и поэтому говорит о том что нет этого нет я ничего не получил хотя получил а кто-то вот был прям вот я не знаю в сантиметрах как говорится и надо было просто по-другому посмотреть ну либо оглянуться оглядеться по сторонам не туда смотрели не туда смотрели его были близки и не туда смотрели а для кого-то вы получили но вернувшись вы здесь такой интересный образ показываю знаете как человек который спускается в недра земли для того чтобы получить золото и у него есть ощущение того что золото это вот так как показывают вот эти вот слитки готовые блестящие и в какой-то момент когда он уже достиг того момента ну вот где допустим там на карте должно было находиться это золото он смотрит по сторонам он ничего не видит и вот в этой пещере он просто видит какую-то какую-то тьму либо черные камни и все такое и в какой-то момент он просто облокачивается на стену и вот не знаю как-то сползает до по стене этой пещере садится и начинает горевать и потом в какой-то момент говорит ну ладно я вернусь и и когда он поднимается наверх он снимает свою одежду снимает этот там не знаю пиджак пиджак куртку что он на нем был одета просто бросает в угол и в разочаровании уходит и ложится ложится спать либо ложится отдыхать и мне показывают потом картинку что его вот эта вот куртка его не знаю пиджак какая-то верхняя одежда она переполнена золотой пыльцой то есть золото было но если бы он как-то начал ковырять либо не знаю копать что-то делать да какие-то действия совершать он бы заметил а у не заметил но при этом он вернулся у него на одежде есть вот эта золотая пыльца и если ее аккуратненько аккуратненько собрать то будет несколько граммов которые ему ну достаточно допустим там ну прожить какой-то период но он этого не знает вот здесь какая-то такая метафора то есть он уже получил то что хотел пускай не в таких объемах но он получил но он не 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 понял наверное природу того золото что он искал либо как она на самом деле выглядит либо не проверил не знаю как то вот свою одежду то есть он получил но он этого не осознал не заметил не увидел потому что как то вот достаточно легкомысленно подошел к этому вопросу что вы тут какой вопрос еще хотели решить вот видите вопрос праздника то есть знаете это когда человек ориентируется на позитивные какие-то моменты и он говорит что вот допустим меня пригласили на день рождения на этом день рождения должны все веселиться потому что день рождения ассоциация с праздником нет я пришел на этот праздник и я не веселюсь почему потому что ну мне не радостно я бы очень хотела это и получается когда спрашивают ну и как прошло день рождения все плохо почему да потому что я не праздновал да мне я не веселился но ваше субъективное восприятие, оно не говорит о том, что праздник не удался, это вы, возможно, не, не знаю, здесь какая-то вот ориентация идет на, и фокус внимания на праздный образ жизни, на достижение желаний, на веселье, на отдых, как это объяснить здесь, я иду за глубиной, но при этом вот хочу ее как-то, вы знаете, получить взмахом волшебной палочки, это как часто клиенты приходят и говорят, вот я хочу получить это, но при этом я не хочу над этим работать, вот здесь что-то такое аналогичное, я не хочу прикладывать усилия, почему, потому что у меня есть такое понимание, что вот допустим, если ты занимаешься своим делом, значит деньги рекой должны течь в вашу сторону, ну потому что есть такое понятие, да, что вот когда ты на своем пути, все тебе дается легко, а значит я ничего не буду делать, да, потому что, ну я же на своем пути, значит это все само собой придет, вот как-то какое-то такое одностороннее понятие, здесь не совсем об этом, то есть то, что вы хотели, оно многогранное, вы увидели одну грань, она вам не понравилась, потому что у вас было ощущение того, что должна быть какая-то другая грань, например, вот камешек, да, и вы ожидали, что вот допустим на этом камешке, да, вот, есть цифра 9, и вы идете к этому камешку и говорите, вот я жду, когда будет 9, а на самом деле вместо девятки вы видите тройку, и вам кажется, что это не мое, но и тройка, и девятка, она на этом камешке написана, да, то есть по сути это не может быть не ваше, просто надо посмотреть по-другому, надо зайти с другой стороны, здесь как-то, как-то так, но мне все равно хочется узнать, манит ли вас вообще, манит ли вас, да нет, не манит, вот она тройка мечей, не манит, не хочу, я уже там был, мне это не понравилось, ну почему вам не понравилось, да, потому что это забрало у меня очень много энергии, очень много ресурсов, и у меня нету возможности и желания заниматься этим дальше, я не знаю, куда вы спускались, эрофант, вы как-то вот, как будто бы душу познавали канонично, да, через богословие, да, через религию, а на самом деле вот то, что описывается в религиях, да, в писаниях, и то, что есть на самом деле душа, возможно, это просто иная форма, либо по-другому преподнесена, возможно, это что-то другое, но вышли как-то вот по проторенной дорожке, и вы не получили того, что вы хотели, потому что, возможно, здесь вот вопрос, он был как-то теоретический, у вас были ожидания, что вот так, я же в книжках прочитала, что золото добывается таким способом, все, и я пришла, и таким способом не получилось, значит, его не существует, а то есть вариант того, что может быть какой-нибудь другой способ, либо вы вообще не туда пошли, вы это не разбираете, вот здесь вот человек как-то, знаете, вот открещивается, я не хочу, я не хочу, вот почему, почему вам, мне просто очень интересно, почему вас не тянет туда, вот к этой душе, но здесь вот такое чувство, что, знаете, вот вы разочаровались, просто сейчас вы опустошены, действительно, вам не хватает, вы не пришли к тому источнику, которому хотели, почему, потому что вы надеялись получить какой-то шанс, что вам дадут, дадут выше, как же, душа это, если это душа, это высшая сила, а там всегда все дают, а мне не дали, вот такая несправедливость, почему такая вселенская несправедливость, и вот вместо этого, да, ваши вибрации упали, и вы заблудились в лабиринте своего собственного сознания, то есть это не то, что так есть на самом деле, а здесь вопрос то, что вы запутались в своих каких-то, вот по этому иерофанту, да, в своих каких-то знаниях, вы запутались в своих каких-то понятиях, в своих видениях, в своем мировоззрении, это ваше субъективное мировоззрение, оно не является объективным, вот в этом вы запутались. Что вам нужно сделать? Начать путь заново. заново пойти в новое в новые места в новые в новую зону в которой вы раньше не были там страшно но надо начать путь заново не надо разочаровываться а нужно ли вам давайте так спрошу нужно ли вам вообще то что вы не хотите понятно нужно ли погружаться вот глубину вашей души нужно ли вообще-то маг говорит так если мои намерения чисты то я приду туда куда мне надо здесь вопрос как раз таки намерение надо ли или нет то есть вопрос возможно ценности является ли для вас это ценностью или нет если не является вы туда и не пойдете но по идее если вы придете вы входите вот это состояние мага до человек который пропускает через себя абсолютно все энергии достигает какого такого наивысшего состояния и умеет управлять как будто бы умеет управлять своей жизнью умеет управлять стихиями то есть вы приходите к кому-то такому знаете состоянию когда вы встречаетесь с источником то есть если вы дойдете вы как будто вот можете дойти до высоких до больших вершин вы действительно можете прийти к источнику вопрос лишь в том является ли ну входит ли это ваши интересы то есть если входит то вы дойдете если не входит то нет если не входит понятно а если входит то куда вы можете прийти наркан победителя движения человек который управляет материальным миром вы сможете понять вы сможете стать богатым богатым духовным богатым мы говорим про состояние души мы не говорим про материю вы сможете стать победителем и прийти к состоянию богатства к пониманию на вот то что вот мы говорим прийти к состоянию понимания того что и духовное материальное это две стороны одной медали то есть это по сути одно и то же вы можете прийти действительно к настоящим ценам знания когда вы сможете пролить свет вот этой вот души до духовного на материю когда вы сможете понять и управлять этим то есть прийти к состоянию именно благости внутри себя ее излучать и как следствие притягивать вот эту вот благость материальное уже к себе то есть трансформировать духовную благость в материальную и обратно получая материальные какие-то блага трансформируя их и выдавая в свет да то есть через состояние чистого намерения излучения этой благости да давай в мир то есть вот стать неким таким некой призмой до преломления одной энергии в другое вы можете к этому прийти если это будет ваших интерес здесь можете достичь высот так интересно по первой позиции там люди тоже доходят но вот прям вот именно через какие-то как это сказать через тернии да но тернии не не через страдания не через боль а тернии именно знаний каких-то да через погружение через перелопачивание много разной информации пробовая про знания пробуя на вот как-то вот на практике да то есть вот какой-то путь отшельника свой путь понимание индивидуальный а у вас здесь как раз таки как как путь человека как никого такого я не знаю канала что ли как ченнелинг который вот становится этим сосудом через который он пропускает вот эту вот энергию материальный мир не знаю как маяк что ли который светит другим но этот свет это вот его духовный свет и кто приходит на этот маяк да вот это вот материя которая приходит он его может тоже трансформировать и обратно направлять ну на небо как как свет да то есть светится и для 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 высших сил как-то ну стать заметным да на более тонком плане здесь как проводник какой-то идет но к этому чтобы прийти у вас должно быть чистое сознание проблема в том что здесь есть много много недопонимания много искажений и очень много обид и агрессии и злости на на то что вы проходите в жизни что вы не получаете здесь обиды могут быть на вселенную да почему почему мне не дают претензии какие-то вот пока у вас но ваше намерение она не чисто она как-то вот окрашена вот этими вот негативными состояниями вы не сможете пройти этот путь здесь тоже такой интересный интересный путь да он как как-то знаете с одной стороны вот он содержит себе и материальную часть и духовную то есть духовно вот в контексте вот этих всех состояний проживаний может быть каких-то инсайтов но с другой стороны у вас желание это не просто улетать куда-то в небо а именно стать проводником на земле чтобы вот это было имело какое-то практическое применение то есть мне недостаточно просто знать для себя как для отшельника по первой позиции мне важно это практиковать не важно чтобы моя жизнь изменялась и стала лучше да чтобы вот мне жилось в материи более комфортно мне другим людям кому я помогаю не важно то есть мне недостаточно вот просто витать в облаках мне нужно еще вот чтобы это было осязаемо чтобы это вот было как-то вот практично чтобы я например помогал людям и им от этого тоже хорошо стало а не просто говорить о каких-то вещах красивых пафосных но непрактичных по второй позиции просто улыбаюсь такая картинка да а я надо ли мне погружаться на глубину души а я просто рядом бегала до по песочку то есть мне не надо в океан да я я и можно я просто ножки помочу вот я по песочку по горячему бегала до ножки просто намочу и буду говорить что я была на море я я плавать не буду я не буду туда нырять я не хочу зато я была на море как-то так забавненько такие образы показывают вот такая была третья позиция и сегодняшний расклад еще раз благодарю ивину за идею к расклада к раскладу пишите свои понимания пишите свои мысли размышления вот а мы с вами встретимся в среду тоже очередной такой интересный расклад который тоже предложила ирина посмотрим прощаюсь вам самого наилучшего прекрасным вам недели цветной 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 цветы мне иду да вот прям цветочный не цветной а наверно и цветной в том числе цветочной недели вам не знаю может быть вам цветы будут дарить может быть вы будете желать цветы получить может быть будете замечать на что-то с цветами связано может праздники у кого-то не знаю что-то связано с цветами вот такая вот у вас будет цветочная неделя может кто-то пироги будет печи и цветами украшать а кто-то захочет себе что-то шить, и на материале будут маленькие-маленькие цветочки. Такое тоже может быть. Все, прощаюсь. Всем пока-пока.